Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о сравнительно недорогом, но в то же время довольно качественно изготовленном воблере. В данном случае воблеровка у нас от компании BAT из серии Lucky Strike. И воблер у нас идёт под номером 4497160. Данный воблер имеет длину 160 мм, весит он 65 грамм. И расцветка в данном случае 266. Оснащён двумя тройными крючками от компании Mustad данный воблерок. Крючки хоть и бюджетные, но вполне достойные по своему качеству. Сам воблерок у нас плавающий, имеет такой вот внешний вид, то есть довольно-таки большой воблер, длина тела 160 мм, плюс ещё лопатка расположена под довольно-таки острым углом. Лопаточка у нас длинная и довольно широкая. На лопатке установлена петелька, она утопленная немножко в полость, скажем так, лопатки здесь округлая такая выемка имеется. На петельке имеется заводное кольцо для более простой, скажем так, фиксации поводка данной приманочки. Само тело снаружи у нас гравировку имеет только жаберные крышки, боковой плавничок и вклеенные 3D-глаза здесь присутствуют. Внутри также имеется, внутри корпуса имеется гравировка, имитирующая чешую. Также внутри корпуса имеется такая вот хромовая голографическая пластина, которая создает больше такой интересный эффект данной приманочки. Окрашен воблер, как я понимаю, тоже изнутри, то есть здесь это все стираться не будет. Оранжевая брюшка, темная спинка и спина переходит в такой вот светло-голубой и бесцветный оттеночек. Оснащен воблер двумя крючками. Крючки мустадовские, повторюсь, очень мощные, очень крупные. Как можно видеть, один крючок здесь чего стоит. Также заводные кольца здесь мощные, с плотным витком. Ну, все здесь видно, создано для поимки крупной трофейной рыбы. Воблерок у нас имеет шумовую камеру. К сожалению, довольно-таки тяжело проверить. Воблер, на самом деле, довольно-таки тихий. При резких взмахах, при резких рывках у него грузик немножко двигается внутри корпуса. Сейчас, к сожалению, не получается это продемонстрирует. Ну, легкий такой звук у него имеется, практически бесшумный. Воблер подойдет в большей степени для ловли троллингом. Можно использовать для ловли в заброс, но, опять же, использовать придется кастинговую, в основном, джерковую какую-нибудь снасть для тяжелых приманчиков. Так как воблер, помимо того, что тяжелый, он довольно-таки упористый в проводке. Проводить, если используем спинговую, ну, то есть, кастинговую какую-то снасть при ловле в заброс, проводить можно равномеркой, либо стоп-эн-гоу. Ну, и на троллинге, соответственно, также равномерная проводка, грубо говоря, с периодическими поддюринами. В первую очередь, конечно же, приманка направлена для ловли крупной щуки. Ну, и в прилове, может, на больших водоемах, каких-то на реках, соответственно, попасться и крупный довольно-таки судак. Воблерок сравнительно недорогой. Изготовлен он довольно-таки качественно. Приобрести его можно, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод трубалка34, который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные на ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.